Приветствую вас. В первую очередь вам нужно здесь поработать с тем, чтобы более спокойно реагировать на то, что происходит, потому что своим агрессивным поведением вы своего мужа к себе точно не приближаете. Это первое. Второе. Необходимо разобраться с тем, как вас задевает поведение мужа и разобраться с тем, продиктована ли ваша реакция. Действительно тем, что вам физиологически не хватает секса или тем, что через секс вы пытаетесь доказать себе, что муж вас любит и прочее. Это такой момент. Следующий момент. Я бы сказал, что для супружеской пары, тем более для родительской пары, поскольку вы уже родители, раз слишком большой акцент идет на сексе. То есть как бы сам по себе секс, он достаточно быстро надоест, если между людьми нет определенных чувств, если люди не воспринимают друг друга как личности, если люди не воспринимают друг друга как индивидуальности, если между людьми нет определенного духовного взаимодействия. Да, я понимаю, что возможно между вами это есть, поскольку вы проблемы описали, связанные с интимной сферой, но тем не менее. Насколько крепка и разнообразна у вас духовная связь с вашим мужем, что вас объединяет, что между вами общего, какие у вас общие цели. Вот. Это очень важно. Ну и последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, смена вашего поведения. Вот. Поиск таких моделей поведения, которые бы не противоречили вам, и в то же время вызвали бы интерес вашему мужу. Вот. Вкупе с тем, чтобы вам развивать духовный аспект отношений и, вероятно, своей личности тоже. Это у нас желаемый результат. При условии, что уму здесь к вам чувства. Потому что если чувств нет, или чувства прошли, то, понятно, что никакие действия здесь не помогут. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что выход из ситуации вы найдёте самый лучший.